Значит, другая песня, ну я имею ввиду другая, по стилю совсем другая. Стихи Александра Спарбера, московского поэта, с которым мы познакомились вначале в интернете, а потом были вот мы в Москве с Костей Левым этой зимой, и уже с ним по-настоящей вовочи подружились, познакомились. Александр Спарбер из серии «Странные песенки». Называется она «Улитка и курица». В детстве я знал улитку по имени Дарья Ивановна. Тихая и скромная она, никому не желала зла. Когда ее трогали пальцами, она забиралась в раковину, но в основном ползла. А еще я знал белую курицу по имени Марьяна Плевако. Та все бегала и кудахтала, взволнованно и смешно. Она была домашняя и послушная, как собака. Гребешок давала гладить и клевала из рук зерно. Мы ее клали на спину, а вокруг рисовали мелом. Или даже карандашом небольшой кружок. И тогда она окончательно бледнела. И все никак не могла выйти за несуществующий порог. А Дарья Ивановна все тем временем доползла до подоконника. И по кирпичной кладке перебиралась в сад. И все так незаметненько, так скромно и тихоненько. Но уже тогда было ясно, она и придет назад. Мы выпускали Плевако, и она, радуясь, вместе со всеми, Благодарная кудахтала, кто не с нами, тот глупо, тот глупо. И вот так она в основном проводила время. Последний раз я видел ее, когда кушал суп. А Дарья Ивановна все ползла и ползло упряно. По осени, правда, она надевала пальто. Последний раз ее видели на западном склоне горы Фудзияма. А больше не видел никто. А больше не видно здесь. Аплодисменты. Всем пока. Продолжение следует...